Новый день Ари Пуруша Итак, сегодня наша тема Следующая история Гаудия Матха и миссии Это книга, над которой я сейчас работаю И это Гаудия Матха и миссия Это Гаудия Матх Это та организация Или то движение Ветвью, которой является Искон Мы рассмотрим Историю Историю его Историю его Историю его Историю его И так же мы попытаемся понять Как соотносится Искон С этим более обширным, большим движением Итак, в этом цель моей лекции Итак, в этом цель моей лекции Давайте начнем Какие из вас были в Индии Давайте же начнем Кто из вас были в Индии Да Где-то половина Я уверен, что вам знакома карта Индии Мы с вами будем сегодня работать над этой частью Это Южная Азия Которая охватывает Западную Бенгалию и так же Бангладеш Это Бенгали Это Мир бенгальского языка И бенгальской культуры Хотя там представлены две довольно сильные культуры Это Индуистская культура в Западной Бенгалии преимущественно И так же мусульманская культура в Бангладеш Давайте Отправимся немножко в прошлое в рамках истории Мы можем видеть из этой карты, что древние греки уже знали о существовании Бенгалии Эту карту составил Клаудий Птолемей в своей работе, древнегреческий картограф и географ в своей работе географике Хиведжезис У нас нет оригинала его карт Но в своей работе географики Хиведжезис он оставил координаты Поэтому в 15 веке исследователи смогли восстановить карты, которыми он пользовался Вы можете видеть из этой карты, что у них было достаточно четкое представление о Ближнем Востоке и также о Индии Южной Азии Индия здесь не слишком большая Индия здесь не слишком большая Скорее всего древнегреческие люди, представители древнегреческой цивилизации не знали размеров Индии Мы видим, что Шри-Ланка очень большая Но в противовес этому мы видим, что Шри-Ланка очень большая Но интересное, что здесь Течение Ганги и Бенгальский залив И это все очерчено очень четко Вот это слева это река Инд и справа это река Ганг, которая впадает в Бенгальский залив Поэтому уже в те времена у людей, которые жили в то время, у них было очень четкое представление о том, что Бенгалия представляет собой важную область И на это есть своя причина Здесь мы видим уже в большем приближении, как река впадает в Бенгальский залив В Бангладеше мы имеем Гантис Ривер Брахмапутра, который состоит из Himalayas И Мегна-ривер Мы в Бангладеше, в той местности, которая сейчас находится в Бангладеше У нас есть река Ганг, которая сливается с Брахмапутрой, которая течет из Гималаев И также потом к ним присоединяется река Мегна На этой части Бенгалии у нас есть река, которая называется Хугли Хугли и город Калката, который стоит на этой реке Поэтому уже с древних времен люди знали о том, что эта местность является наиболее плодородная почва во всем мире И здесь также находится одна из самых больших рощ деревьев Манга во всем мире На Бенгальском языке это звучит как Шумдорбон, очень красивый лес Итак, очень early, европейцы довольно рано заинтересовались Бенгалией И если вы отправитесь в Калькутту, то вам могут предложить туристический тур на лодке, которая называется «Маленькая Европа в Бенгалии» Португальцы приехали в Бенгалию в 15 веке, и они открыли здесь небольшую поселение, колонию, которую они назвали «Бандел» Голландцы основали там город Чинсура Датчане они основали Шерампур А французы Чанданнагар Вы до сих пор можете побывать во всех этих местах Шерампур стал одним из самых главных миссионерских центров в Южной Азии К концу 19 века И здесь в этом городе была основана первая богословская школа в Индии Конечно, в конечном итоге к нам в нашу картину входят англичане Этот мемориал Виктории является одним из самых важных и узнаваемых символов колониальной Британии в Индии Его построили англичане, но оплатили эту постройку индийские махараджи Для того, чтобы выразить почтение императрице Индии, царице Виктории Решающим моментом в истории Бенгали была битва перед Пляси 23 июня 1757 Это место также находится недалеко от реки Ганга В этой битве британские войска сражались с флотом бенгальцев и французской армией В исходе этой битвы англичанам удалось захватить всю восточную Индию и остановить свою контроль над ней Они победили французов, которые соревновались с ними в том, кому будет принадлежать Индия И постепенно, постепенно из Бенгалии они захватили под свою власть всю Могольскую империю И постепенно они начали распространять свой контроль на всю Южную Азию Бенгалия также интересна из религиозной точки зрения Мы довольно скоро вернемся к колониальному периоду Чайтанья Магапрабу родился в Новодвипе в 1486 году И область Новодвипа находится на берегу реки Кугли, которая является притоком реки Ганга Эта местность Бенгалия очень богата с точки зрения религии Ранее, в дальние времена Бенгалия традиционно пребывала под очень сильным буддийским влиянием В частности, под влиянием тантрического буддизма Также в Бенгалии был очень силен суфизм На самом деле, пиры суфии, то есть мастера суфии, они были ответственны за обращение большого количества индусов в мусульманство Поэтому Бенгалия традиционно была местом, где встречались множество разных религий В 15 веке в Бенгалии были очень сильны такие течения, как тантризм и шактизм Вайшнавизм в то время был известен в Бенгалии Благодаря таким авторам, которые были очень известны как Джайадев с его главным произведением Гита Говинда, а также поэт Ведиапади Но их труды предназначались для придворных бандитов и царей, потому что они были написаны, в частности, первая упомянутая работа написана очень сложным возвышенным санскритом Поэтому байшнавизм в то время еще не был народным, популярным движением Это изменилось с приходом Шичайтани Махапрабху Который учил очень интенсивной и насыщенной бхакти преданности по отношению к Кришне В настроении Радхи 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 Он также основал то, что было уже известно в Индии, это Киртан Но не сосредоточены на повторении имени Рамы, как в Северной Индии, как, например, в Айодье Но сосредоточены на Кришне и на Харе Кришна мантре Вы все наверняка уже хорошо знаете, что это движение берет свое начало от того движения, которое было основано Чайтани Махапрабху И ИСКО, он берет свое начало от организации, которая называлась Гауди Мат и миссия, которая была основана практически 100 лет тому назад, 99 лет тому назад, в 1918 году Основатель этого движения был Бхакти Сидданта Сарасвати Духовный учитель Аче Бхакти Веданте Свами, основателя ИСКОМ Это изображение, которое было сделано еще в колониальный период, на нем изображено движение Санкиртана И здесь снизу вы можете увидеть, как на этой картине изображен экстаз Бхакти Вы видите, что преданные теряют сознание от любви к Богу Давайте посмотрим на общую картину вайшнавизма, о которой я говорил вчера Традиция гаудия-вайшнавизма Бенгали была развита как вайшнава сампродая Им понадобилось несколько столетий, прежде чем у них появились, например, свои личные, собственные комментарии к Веданта Сутре, такие как Говиндабхаши И также большое количество, внушительное количество текстов, написанных на Санскрите И также пока они основали и развили свои собственные культурные центры, как, например, Вриндаван в Северной Индии или Джаганатпури в Восточной Индии Корни гаудия сампродая находятся в сампродая Мадвы, которая популярна и была основана в Карнатаке, в Южной Индии Это для того, чтобы мы могли хорошо понимать общую картину бенгальского вайшнавизма и его карту, о которой мы говорили вчера Давайте продолжим и вернемся к колониальному периоду Здесь вы видите обложку моей книги, которую я написал, это была моя докторская диссертация Она называется современный индуистский персонализм, история, жизнь и ход мыслей Бхакти Сидданта Сарасвати Я использовал в ней философский термин персонализм для того, чтобы дать определение подходу гаудия вайшнавах к веданте Может быть одна из самых главных Махакави традиций была подытожена Бхакти Савами Правопады так Махакави – это одно из самых главных утверждений, которое дает определение какой-то традиции И такое утверждение – это Кришна является верховной личностью Бога И поэтому я избрал это слово персонализм Здесь на этом изображении справа мы видим Бхакти Сидданта Сарасвати Они идут вместе с Джоном Андерсоном, который в то время был губернатором Бенгалии Бхакти Сидданта был очень открыт к общему разговору с Западным миром И он основал свои движения в 1918 году Для того, чтобы понять, почему гаудия вайшнавизм стал всемирным движением И почему гаудия вайшнавизм распространился по всему миру именно из Бенгалии Для этого необходимо понять социальную и культурную атмосферу Калькутты в то время Калькутта была в то время столицей Британской империи в Индии Это был очень развитый город, в котором были представители различных народностей Это был космополитический город И до сих пор Калькутта считается интеллектуальным центром всей Индии И с течением времени в ней развился средний класс людей, которые на бенгальском языке назывались Бхадралок Бхадралок это аналог джентльмена в английском языке Бхадра-могила это госпожа по-нашему, но это очень далекий перевод Эти термины называли тех, кто был обучен в английском языке Многие из представителей этого класса Бхадралок Они свободно могли общаться и понимать не только английский язык, но также и классические языки, такие как, например, латынь Калькутта это место, в котором взаимоотношение между европейцами и местным населением приняло очень динамичную форму В начале именно в Калькутте впервые встретились христианские миссионеры и представители местного индуистского населения Поэтому это место является местом встречи И благодаря этому месту, этому городу, бенгальцы смогли ощутить связь со всем остальным миром Бхакти Сидданта Сарасвати рос в такой атмосфере Его отец был Бхакти Винод Такур и он был местным судьей в колониальном правительстве британцев Он получил образование во многих различных школах и среди них был также Санскритский колледж Он получил классическое образование в Санскрите Но он также обучался в английских школах, поэтому он также мог свободно использовать английский язык И первая книга, небольшая монография, которую написал диссиданта Сарасвати Такур называлась «Бонге Самоджи Ката» Это социальная структура бенгальского общества того времени Это очень интересная книга, где он рассуждает на тему того, как в Индии встречался Запад с местной культурой Индии В этой книге он также говорит о том, что многие современные хинду или индусы, они индуисты, они не удовлетворены теми идеями, которые приносят им британцы Он говорит, что это не очень хорошо, просто слепо принимать иностранные идеи На бенгальском языке это звучит как бойдешик или идеи, которые пришли из других стран Но также он говорит, что так же не является хорошим, если мы очень крепко держимся за старой традицией Потому что времена меняются Поэтому лучше всего будет найти баланс между этими двумя крайностями Он в определенный период своего времени работал на работе у Махараджа царя Трипуры В то время это был независимый штат, которым правил Махарадж в северной Индии Но примерно в 1900 году, когда ему было 26 лет, он оставил эту работу И Махарадж в благодарность, он дал ему пожизненную пенсию Которую он с благодарностью принимал на протяжении 5 лет Причина заключалась в том, что он решил стать аскетом Отречься от мира и жить в уединении в городе Навадвег или Майяпур В частности, в том месте, где, в соответствии с исследованиями его отца, в 1486 году родился Ши Читания Это место называется Джогапи Там он совершил брату или ответ, который он принял на себя, повторить 1 миллиард имен Кришны И к нему приезжали туда многие молодые люди из Калькутты Им это показалось очень интересным, что столь образованный молодой человек из Калькутты, из большого города Все оставил и живет в этих практически джунглях и совершает такую аскезу Здесь он изображен вместе со своими ранними учениками Слева мы видим Кунджабихари Видябушина Он в то время работал в почтовом отделении в Калькутте И еще один справа это Парамананда Видяратна И это Ананта Васудеев Здесь изображен Ананта Васудеев Они трое стали наиболее влиятельными и важными учениками Бхатхасидданта Сарасати Ананта Васудеев стал главным редактором его публикации А Кунджабихари Видябушина занимался менеджментом, управлением Он собирал пожертвования на постройки храмов и руководил этими постройками храмов и развитием общества Это развитие этого движения с точки зрения его как организации Незадолго до 1918 года, в том времени, когда он основал свою организацию Его отец, а также его гуру Гора Кишортас Бабаджа, они ушли из этого мира И его молодые ученики упросили его, чтобы он, пожалуйста, приедете в Калькутту и начните там движение До этого Бхатхасидданта Сарасвати не чувствовал, что он готов к этому Но в 1918 году он принял твердое решение Сидя перед изображением своего гуру, он принял отреченную уклад жизни Потому что до этого в традиции Годия не было отреченную уклад жизни и саньяса Он начинал ашрам в Майяпуре, в Майяпуре Он положил начало ашраму в Йога-питле в Майяпуре и назвал его Годиамат И вскоре после этого он уехал в Калькутту и там он основал центр, который он назвал Бхатхивинод Асана Который он переименовал в 1920 году в Годиамат Бхатхисидданта Сарасвати также думал обо всем мире, о том, что на санскрите называется Вишва Поэтому он восстановил, возродил то движение, которое так сильно хотел восстановить его отец Это движение получило название Вишва, Вашнава, Раджа, Сабха Вишва означает мир, Вашнава мы знаем, что это означает Раджа это царское или царь, а Сабха это собрание Что указывает на то, что он уже тогда размышлял о том, чтобы это движение стало всемирным Из санскритской литературы мы находим указания на то, намеки на то, что эта организация с таким же названием уже существовала в 16 веке Но в то время мир или Вишва, в котором жили индусы, индуисты, это была только Южная Азия Потому что в то время индуисты не ездили в Европу или в Америку Но уже в это время слово Вишва указывало на весь мир Поэтому сейчас, в колониальный период, это общество уже имело другое значение Один из результатов развития этого движения было основание центра в Лондоне в 1934 году, которое назвали Общество Гаудия Миссии Через несколько минут мы более подробно об этом поговорим Это первый центр урбанного центра Бактисиданта в 1918 году В городе Ультаданга-Джанкшин, в центре Каката Это современная фотография первого городского центра Шилы Бактисиданта-Сарасвати-Такура Который открыл его в Калькуте на улице, которая называется Ультаданга-Джанкшин-Роуд Он находится в Северной Калькутте, в то время находился в Северной Калькутте И в то время там жили преимущественно в Бадролоке То есть это средняя прослойка общества бенгальского Кунджабихари Видябушина, его ученик, оплачивал аренду этого здания При помощи своей зарплаты, которую он получал, работая на почтовом отделении Там Бактисиданта-Сарасвати начал ашрам Но большинство из жителей этого ашрама были григасты, то есть семейными людьми И постепенно, с течением времени, постепенно появлялись брахмачари и также саньяси На вершине, на крыше этого здания была веранда И там каждый вечер Бактисиданта-Сарасвати проводил открытые лекции под открытым небом Именно здесь, на крыше этого здания, в 1922 году Эси Бактисиданта-Свами встретил впервые своего духовного учителя Бактисиданта-Сарасвати И постепенно стал также активно участвовать в движении своего гуру Здесь у нас есть старая фотография Шве Бактисиданта-Сарасвати Вместе с несколькими своими учениками саньяси Вы видите, что в руках у них данды, или точнее три данды Это три палки, связанные вместе Как я уже упоминал, в Гаудья-Сампрадая не было отречённого уклада жизни раньше, не было саньяси Бактисиданта-Сарасвати очень вдохновила Шве Сампрадая, последователей Рамануджа из Южной Индии В Рамануджа-Сампрадая данды состоит из трёх палок, соединённых вместе, тогда как в Шанкара-Сампрадая они носят только один посох Посвящение в саньясу где-то двадцати двум, двадцати пяти своим ученикам И они стали главными инструментами в его миссионерской деятельности Это небольшое изображение Бишва Вишнавараджа Саба У них были регулярные собрания этого общества Гаудья-Мат это были центры, в которых жили преданные миссии и у них были там рядом также и храмы, они назывались Гаудья-Мат Вишва Вишнавараджа Саба это было крыло миссионерское, которое объединяло все Гаудья-Матхи, все центры И его желание или устремление заключалось в том, чтобы распространить Гаудья-Вишнавизм не только по всей Индии, но и так же по всему миру Это логотип главного печатного органа Гаудья-Матха, газета, которая называлась Гаудья Этот логотип разработал лично сам Бактисиданта Саба Вишвати И здесь мы можем в зародыше увидеть историю всего Гаудья-Вишнавизма Здесь у нас есть Панчаратра Здесь у нас есть Панчаратра Помните, мы поговорили с вами о Панчаратре? Да, помните Макс? Вот эта книга слева, Панчаратра И Панчаратра refers to the worship of Lakshmi Narayana Мы только что говорили с вами о Панчаратре И Панчаратра относится к поклонению Lakshmi Narayana Через посредством, прежде всего, Пуджи или Арчаны, которая совершается поднесением к Божеству в различных предметах, описанных в Панчаратре, при помощи также колокольчиком На другой стороне, есть еще один книг, The Bhagavata Purama Сверху справа вы видите еще одну книгу, другую книгу, которая называется Бхагавата Purama The Bhagavatas are a branch of Vaishnavism, which was very very strong in North India The main text is Bhagavata Purama and Bhagavata Gita Их главными священными текстами являются Бхагавата Purama and Bhagavata Gita And on the right side, we can see the worship of Radha and Krishna И справа мы видим поклонение Radha и Krishna Through the Kirtan, the singing of Krishna's names Посредством Киртана, расплыванием имен Кришна, вы видите там барабан And something a bit unusual, a printing class И там также есть нечто необычное, это печатный станок So, the right side represents the missionary activities of the movement Where the production and printing and publishing of literature about Vaishnavism was very very essential The распространение и публикация литературы, касающейся Vaishnavism, занимала одно из самых важных мест Это разделение на Панчаратру и Бхагавата Марги на два пути можно обнаружить в Мадва-Сампрадане According to Bhaktasiddhanta, the worship in the temple of Murtis And the missionary activities should go on side by side В соответствии с утверждениями Bhaktasiddhanta Sarasvati Поклонение Божеству в храме, то есть храмовая деятельность, а также миссионерская деятельность Должны совершаться рука об руку Two elements of the Vaishnava traditions which he thought were absolutely essential Это два элемента традиции Vaishnava, которые он считал абсолютно необходимыми So, this is the result of death history In 1933, Bhaktasiddhanta felt that the time was right to try to reach the west Это результат миссионерской деятельности его организации В 1933 году Bhaktasiddhanta Sarasvati посчитал, что настало время послать своих посланников на запад So, he sent the two sannyasis to London Bhakti Pradip Tirta Maharaj and Rida Yaborn Maharaj As you can see, they are dressed with turbans and have a little bit of a mystical appearance which was quite popular at the time The chair of the Gaudium Mission Society in London was Lord Zetland Lord Zetland was the Secretary of State of India in the British Government, the British Cabinet Which means that he represented the whole of India in the British Government He was the most important person in terms of Indian affairs He was the most important person in terms of Indian affairs He became very supportive of the Gaudium Matha mission The movement was also supported by Indian Maharajas This is the Maharaja Burdhwana region in Bengal And the ladies, federal ladies became interested in the movement very early One of them donated also a house So that that house became the base of the Gaudium Mission in London And also to this movement were the women Some of them were the ordinary English people who were the ones 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 They were the ones who were the ones who were the ones who belonged to the lower These two ladies were members of the board and belonged to their aristocracy The ladies Stenly Jackson and the ladies Karmickei Lobs Kirling These ladies were up with the высшего levels of the society They were loved women The ladies Stenly Jackson and the ladies Karmickei Lobs Kirling И хотя движение по сути было монашеским, тем не менее когда оно попало на западную почву, оно стало видоизменяться в соответствии с требованиями Запада. Бхакти Сидданта также пытался проникнуть в Германию, и его миссионеры получили большую поддержку от английского правительства, они встречались с выдающимися индологами и представителями различных образовательных учреждений, а также других учреждений в Англии. И благодаря заручившись такой поддержкой британских высокопоставленных чиновников, его миссионерам удалось приехать в Германию и наладить связи с нацистским правительством, и даже получить личную встречу с министром пропаганды Геббельсом. Нацисты в то время были в восхищении от того, что они могут увидеть своих арийских братьев из Бенгалии, и позволили Бонн-Махараджу давать лекции в самых выдающихся университетах в Германии. Но была одна проблема. В литературе, которую распространял Гаудиамат, было абсолютно никакой поддержки той идеологии, которую распространял Третий Рейх. Философия Гаудиамат заключалась в том, что мы все являемся детьми Бога, и все мы являемся духовными душами. Поэтому нацисты не смогли получить никакой поддержки в учении Гаудиамат. Поэтому в конечном итоге в одной из газет, которые издавало нацистское правительство в то время в Германии, вышли статьи, в которых они поддавали большой и сильной критике проповедь Гаудиамат. И поэтому преданные, которые начали даже там проповедовать в Германии, основали даже свой центр в Берлине, определенной улице, они вынуждены были его закрыть и покинуть Германию. Бхакти Сидданта Сарасвати сам лично хотел отправиться в Лондон и также в Соединенные Штаты. Но из-за сложности со своим здоровьем у него так и никогда не получилось уехать, выехать за пределы Индии. Я хотел бы также сказать несколько вещей, которые помогут вам понять, насколько инновационной была проповедь Гаудиамат. В то время в мире Гауди Аваишнавов не было центров, в которых Гауди Аваишнавы могли бы получить систематическое образование и обучение. Особенность это касается центров в городах, в которых предоставлялась систематическая подготовка и образование для Гауди Аваишнавов. Это было нечто совершенно новое. Вторая инновация, второе нововведение заключалась в отреченном укладе жизни или в Ашами Саньяси. Причина, по которой появились Саньяси, заключается в том, что Саньяси традиционно выражают большое почтение во всей Индии. Что проиллюстрировали на своем собственном примере такие саньяси, как Саньяси и Кананда, и также другие члены миссии Рамакришна. Еще один момент, который мог стать предметом разногласий, заключался в том, что Бхакти Сиданта в Сарасвати по рождению не был брахманом. Он принадлежал к сословию Каяст. В Бенгалии Каяст считают шудрами. В Бенгалии Каяст считают шудрами. Он дает посвящение другим брахманам. Это было вызывающе и это вызвало большие споры среди брахманов. Но Бхакти Сиданта был очень строг в отношении того, что Бхакти открыта абсолютно для всех. И человек, который обладает пониманием, знанием о Кришне, он лучше, чем брахман даже. Еще одна вещь, которая была причиной разногласий, заключалась в том, что большинство вайшнавов того времени считали описание, которое приводится в гаудия-вайшнавских текстах, развлечения или игр Рады и Кришны, чем-то очень секретным. Бхакти Сиданта был готов открыть эти секреты в своих книгах и распространять их очень широко. Также была идея, что гаудия-вайшнавы должны жить очень простой жизнью и не окружать себя какими-то сложностями современной цивилизации. Тогда как Бхакти Сиданта говорил, что в служении Кришне можно использовать абсолютно все. Это доказательство его словам. У него было две машины, два автомобиля, Форд и Фиат. И люди задавали ему вопрос, потому что он иногда пользовался автомобилями для того, чтобы навещать, посещать выдающихся знаменитых людей того времени. Он объяснил, что если вы идете на прием к высокопоставленному чиновнику, к махараджу, то вы должны отправляться к нему, приезжать к нему либо в карете, либо в автомобиле. Потому что иначе они будут воспринимать вас как нищего попрошайка. И дадут вам просто одну рубию. Поэтому Бхакти Сиданта сам в личной жизни был крайне аскетичным. Но множество богатых и влиятельных людей оказывали его поддержку на добровольных началах. Потому что они не получали никакой поддержки со стороны правительства. Финансовая поддержка. Какая-то времени осталось? Сколько у нас еще осталось времени? Постепенно. Постепенно. Давайте попробуем раздевать. Я постепенно буду подходить к завершению. Правильно? Постепенно? Да. Полчаса. 20. 20. Хорошо. Редуно. Хорошо. Давайте двигаться. Хорошо. Тогда будем быстрее двигаться. Когда Бхакти Сиданта Сарасвати покинул этот мир 1 января 1937 года, и для любой религиозной организации одно из главных вызовов, с которым она сталкивается, это вызов заключающийся в преемственности. Бхакти Сиданта Сарасвати asked his disciples to form a governing body. Бхакти Сиданта Сарасвати попросил своих учеников, чтобы они создали управляющий совет, руководящий совет. ...of senior disciples, so that they could discuss all issues together. Которые входили бы его старшие ученики, чтобы они могли обсуждать все насущные вопросы совместно. К сожалению, из этого ничего не получилось, хотя этот руководящий совет был создан, но преданные, которые входили в его состав, не смогли договориться между собой. Они не смогли найти общий язык, поэтому было открыто судебное разбирательство производства в Верховном суде Калькутты. Это было уже в 1937 году, здесь ошибка, это не в 1936, а в 1937. В результате было, что движение Бхакти Сиданта Сарасвати был разрушен в многих других институциях. После этого в судебном порядке они пытались доказать, что каждый из них является преемником своего учителя, и таким образом движение Бхакти Сиданта Сарасвати постепенно стало дробиться на более мелкие организации. Конечно же для членов этой организации, для преданных это было очень болезненное время, болезненный опыт. Но с другой стороны это позволило им, дало им возможность находить какие-то новые способы, каким образом распространять это движение, проповедовать и экспериментировать с этим. Вы можете видеть это очень четко в Майяпуре. У нас есть карта Майяпур, это, кстати, река Хугли. Мы находимся в 130 километрах в севере Калькутты. Все эти европейские колонии, которые я вам показывал ранее, Сарампур и другие, Чанданагар, они все находятся, в принципе, на этой же реке, но ниже, южнее. Этот город, который был на этом месте, на месте свияния этих двух век, в 13 веке был столицей царства династии Сен. Вот справа сверху это Майяпур, он находится на восточном берегу реки, а слева, на западном берегу, находится город Навадвив. И здесь есть дорога, которая прямо вот здесь на карте также обозначена, она называется дорога Бхатисидданта-Сарасвати, или улица Бхатисдан-Сарасвати. И там вы найдете около 30 гаудиаматхи-институционов, один после другой. И когда вы идете по этой дороге, то вы увидите, что там где-то 30 центров различных гаудиаматхов, которые идут один за другим. Это хороший способ увидеть плюрализм в гаудиаматхе в целом, в рамках всего мира. На другом берегу Навадвив, это город Майяпур, в котором придет приблизительно 100 тысяч людей. Там можно обнаружить более традиционные формы индуизма и баишнализма. Навадвив был известен как центр обучения, образования. В нем обучали санскриты логике, грамматике и другим дисциплинам. И некоторые из старых древних школ до сих пор функционируют там. Если вы поединете в Майяпур, то это частичный список различных отделений гаудиаматха, которые вы можете там увидеть. Самый большой и крупный из них это штаб-квартира ИСКОН, который основал Аче Бхактивиданта Свами Прабхупада в 1972 году. В заключение я хотел бы заглянуть, если можно так сказать, в будущее. Потому что ИСКОН — это наиболее успешное и наиболее заметное ответвление гаудиаматха во всем мире. ИСКОН очень заметен, его нельзя не заметить в Майяпуре. На своей земле, которая принадлежит ИСКОН в Майяпуре, ИСКОН, Международное общество Сознание Кришны, строит там один из самых больших индуистских храмов в мире. Который довольно хорошо, стройка довольно хорошо продвигается. Вы можете видеть это вот в той маленькой фотографии. Который будет выше, чем Собор Святого Павла в Лондоне, который является самым большим собором или церковью в Англии. И всего лишь немножко ниже, чем Собор Святого Петра, базилика Святого Петра в Ватикане. Но, без сомнения, выше, чем и больше, чем Тадж-Магал. И также, чем Церковь Святой Софии в Истанбуле в Турции. Вокруг этого храма образовался уже целый город, что является традиционным не только для ващновизма, но также и для шайвизма. Одна причина, по которой вокруг храмов образуются поселения и города, заключается в том, что храмы привлекают туда большое количество паломников. И для того, чтобы их должным образом принять, необходима хорошая инфраструктура. Это представление художника, который создал его в качестве плана развития Майяпура на будущее. И там будут все необходимые удобства и здания, такие как, например, школы, рестораны, места, где можно... гостиницы, храм и так далее. Есть также планы соединить Калькутту с Майяпуром по реке Ганги или по Хугли. Сейчас уже в Майяпур ежегодно приезжают около четырех миллионов паломников каждый год. И есть предположение, что к 25-му году, когда этот храм будет построен, туда будут приезжать каждый год не менее 10 миллионов паломников. Это сделает Майяпур одним из самых крупных паломнических центров в Индии. Большое спасибо. Продолжение следует. Продолжение следует. Бенгалия руководила коммунистическое правительство больше, чем 25 лет. Из-за этого религиозным организациям в Бенгале не разрешали процветать. Может быть, за исключением единственным, которое представляет собой миссия Рамакришна, потому что они очень широко занимаются благотворительностью и гуманитарной деятельностью. На ИСКОН долгое время смотрели с подозрением из-за того, что в центре ИСКОН жило слишком много западных белых людей со всего мира. У них были опасения, что американская ЦРУ таким образом проникает в Бенгалию под видом преданных ИСКОН. Сейчас ситуация поменялась, потому что сейчас в Бенгале правительство некоммунистическое. Его возглавляет Мамата Баннерджи. И Индия руководит БДЖП, то есть это националистическая партия индийская. И похоже, что сейчас правительство Западной Бенгалии намного больше расположено к тому, чтобы делать какие-то вклады, носить свои вклады и поддерживать строительство Майапура. Они уже пожертвовали землю для того, чтобы на ней построить здание, в котором будут останавливаться и жить бедняки, бедные люди. И также они обещают, что они построят железнодорожную ветку к Майапуру. И также сделают все необходимое для того, чтобы соединить Майапур с Калькуттой по реке, чтобы паломники могли беспрепятственно приезжать в это место. Правительство смотрит на развитие Майапура как на возможность развивать сельскохозяйственные места. Но государство не дает никакой финансовой помощи строительству этого центра. Строительство осуществляется исключительно через добровольное пожертвование как верующих, то есть преданных, так и сбора пожертвований вне общества. Спасибо большое. Спасибо за вашу пользу. Спасибо. 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 Одна из проблем, которую я вижу, касающаяся суфиев, то есть пиров или ученых суфиев и также пандитов, брандитов. С другой стороны, заключается в том, что они практически никогда или очень редко вместе совместно обсуждали философию. На таком интеллектуальном уровне было совсем немного совместного общения. Но, тем не менее, ученые указывают на то, что суфи вполне возможно имели свое влияние в отношении того, что движение ващна стало эгалитарным, оно стало доступным для всех, и также оно стало иметь киртан и музыку, музыкальную составляющую. Они связывают это с влиянием суфиев. Суфисты, да? Суфийского, да? Суфийского, да? Суфийского, да? Суфийского, да? Практика такая, молитвенная, зикра. Суфисты, они имеют в своем практике зикра? Да, да. И это же, как и сан-киртан. Да, это же. Но я бы сказал, что влияние не было непосредственным, прямым, а более косвенным. И я бы сказал, что культура суфиев способствовала распространению культуры киртана в Северной Индии в целом. В то время музыка стала очень важной частью жизни каждого человека в Северной Индии. Движения, которые основаны на музыке и киртане, они стали массовыми. И Чайтани Махапрабу явился как раз вот в этой среде. И он направил это движение в Бенгалии по отношению к Кришне, по направлению Кришне и к Харе Кришна Махамантри. Вот это мое толкование этого. А второй вопрос? Еще есть вопросы. Как Вы считаете, были ли какие-то объективные причины возникновения вот этого движения? Потому что в нашей литературе вот гаудио-эшнавизм, вот эту вот школу, да, его возникновение, наряду с сикхизмом, например, относят к движениям так называемого позднего пхакти. Так вот, были ли объективные все-таки причины с Вашей точки зрения или это результат вот духовного творчества такого харизматического человека, как Шри Чайтани? The question is, were there any objectives, causes, reasons, for this movement to become, to appear, to start? Потому что в нашей литературе, в таких моментах, как гаудио-эшнавизм, а также с сикхизм, это было бы, что они были сразу только потому что это было в последней мере в Вахтинге в Индии. И они начали, потому что они были харизматичные руководители, как Ши Чи Танин. Есть ли какие-то объективные причины? Другие причины? Да, другие причины. Какие-то объективные причины для этого момента начались? Есть, конечно, несколько ответов. На этот вопрос можно ответить разными способами. Если брать, например, с точки зрения верующих, преданных, то это было божественное явление, аватар. А все, что касается каких-то социальных, формальных развитий общества в то время, это была всего лишь подготовка к тому, чтобы эта аватара явилась. С точки зрения истории можно дать также другие объяснения. И это не возможно, что исторически Бхакти-мувмент в последний момент в Бенгале, начиная от Среди Индии, и через Бхуджал, Махараштра, Раджистан, в Бенгалии. С точки зрения истории, есть свои причины, почему это движение Бхакти возникло таким образом, каким оно возникло. То есть оно пришло из Южной Индии через Гуджарат, через Раджастан, и потом остановилось, если так можно сказать, в 16 веке в Бенгалии. Может, я только могу представить, что Бенгалия в районе, в которой очень речи индусы, мусульцы, суфи, и тантрики, это было право место, чтобы начать религиозным движением. Я могу, например, сказать свое соображение, что возможно, вполне возможно, что Бенгалия в то время, в которой жили и индусы, и индуисты, и ващнавы, жили суфи, и они все были достаточно эмоциональными, и поэтому Бенгалия была просто плодотворной почвой и правильным местом, в котором это движение могло начаться. То есть это была плодородная почва. И что касается последователей этой традиции, то они скажут, что это было правильное подходящее место и подходящее время для того, чтобы появился Читани Махапрабху. В этом мире нет ничего более чистого и возвышенного, чем трансцендентное знание. Это знание — зрелый плод всех таинств. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...